Всем привет! В сегодняшнем видео обзоре я хочу с вами поделиться еще двумя вариантами сборки бантов на елку в белом и красном цвете. Для декора белого банта я использовала подвеску и декоративную ленту цветочный узор. Также эти банты я делала на зажимах. А вот для декора красного банта я использовала только тесьму декоративную золотого цвета, так как красный цвет он уже сам по себе яркий. На канале у меня есть еще одно видео, как сделать банты на елку и если их сравнивать, то эти банты более пышные. Я надеюсь вам понравится такой вариант бантов на елку и видео будет для вас полезным. Приятного просмотра! Для создания бантов понадобится атласная лента. Я использую ширину 5 сантиметров. В данном случае красный и белый цвет. Также понадобится декоративная лента вот с такими узорами белого цвета. От нее я отрезала два отрезка нужной мне длины и убрала все лишнее. И получаются вот такие узоры, которые смотрятся очень красиво. И для красного банта вот такая тесьма шириной 1 сантиметр в золотом цвете. Также нитки с иголкой, ножницы двух видов, сантиметровая лента и горячий клей. Еще подвеска и зажигалка. И также понадобится тесьма, чтобы закрыть некрасивые швы на бантах. И вот такую тесьму шанель я буду использовать для белого банта, чтобы сзади вид тоже был красивым. И дабы видео не затягивать, я уже подготовила нужные отрезки атласной ленты. И сейчас вам расскажу, сколько отрезков потребуется и какой длины. Для красного банта потребуется два отрезка по 26 сантиметров, два отрезка по 24 сантиметра, один отрезок 20 сантиметров. И на низ банта потребуется два отрезка по 22 сантиметра. Для белого банта потребуется два отрезка по 26 сантиметров, два отрезка по 24 сантиметра, два отрезка по 20 сантиметров и два отрезка на низ банта по 22 сантиметра. Тех отрезков мы делаем бантики, сгибаем пополам, таким образом отмечая середину и соединяем концы на середине ниткой с иголкой. А отрезки по 22 сантиметра, которые пойдут на низ бонта, мы не сгибаем, а просто соединяем между собой ниткой с иголкой. Более подробно можно посмотреть по ссылке вверху в другом видео бонты на елку. И как показано на видео, нужно прошить так все отрезки. Еще один важный момент, убираем все вот эти торчащие нитки из ленты, также саму нитку, которой вы соединяли отрезок и подплавляем ленту зажигалкой, чтобы она в дальнейшем не разъехалась. Готовки готовы для красного бонта, но перед тем, как начинать сборку, я сначала подготовлю зажим. Зажим я прячу под ленту такого же цвета, как и сам бант. Беру два отрезка по 26 сантиметров и сейчас, как вы видите на видео, таким образом я их и буду склеивать. Теперь беру отрезки, которые по 24 сантиметра и просто их соединяю вместе на середине. Все заготовки соединены в нужном положении и теперь я приступаю к сборке бонта. Отрезки по 26 сантиметров я соединяю просто вместе. Закрепляю этот шов тесьмой шириной 0,5 миллиметров и далее наслаиваю просто заготовки друг на друга. Первое идет отрезки по 26 сантиметров, затем по 24 сантиметра и наверх будет заготовка из 20 сантиметров. Затем добавляю заготовки для низа бонта, аккуратно приклеивая их сзади на горячий клей. И теперь осталось только закрыть шов декоративной тесьмой золотого цвета и добавить зажим на бант. Получился красивый пышный бант, который легко собирается и не требует каких-то дополнительных затрат. Я надеюсь, вам понравился такой вариант, жду от вас обратную связь. И продолжим. Далее видео я хочу вам показать, как собрать такой вариант бонта в белом цвете. Заготовки я уже подготовила, поэтому сразу приступаю к сборке бонта. Беру заготовки по 26 сантиметров и соединяю их просто вместе на середине. Далее беру остальные заготовки и соединяю их таким образом. Беру заготовку 24 сантиметра и заготовку 20 сантиметров. Заготовку 20 сантиметров я приклеиваю к заготовке 24 сантиметра немного под углом. И теперь к основной заготовке я приклеиваю заготовку к ее середине. И третью заготовку я приклеиваю в место, которое образовалось между первыми двумя. Далее я закрываю шов тесьмой серебряного цвета шириной 0,5 мм. Здесь я решила немного поэкспериментировать. Эту заготовку я переверну вверх ногами. Интересно, как будет смотреться бант в таком положении. Далее я добавляю заготовки по 22 см. Это низ для банта. Зажим я точно так же закрываю атласной лентой, как и в красном банте. И останется приклеить подвеску и узоры. Далее я закрываю шов тесьмой серебряный цвет. Получились очень нежные и пышные банты в белом цвете. Очень красиво сочетаются эти узоры с подвеской. И расположение бантов и так, и так смотрится красиво. Я надеюсь, вам понравились такие варианты бантов на елку. И видео обзор был для вас интересен и полезен. Если у вас остались еще какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. Всем пока!